У вас хозяйство, которое занимается сахарной свеклой и уже много лет, верно? Да, да. Вот, мне бы хотелось вас попросить назвать пять составляющих высокого урожая сахарной свеклы с хорошей сахаристостью, поскольку эти вещи тесно взаимосвязаны, можно получить высокий урожай, а будет мало сахара, да? Конечно, да. Добрый день. Производим большие объемы семян. Что касается сахарной свеклы, площадь сахарной свеклы у нас ежегодно примерно полторы тысячи гектар сахарной свеклы. Урожайность по этому году у нас урожайность идет примерно 560 сетнеров. Сейчас уборка идет, клетки которой более поздняя уборка и за 600 есть, и 650, но средняя пока 557 от урожайности. Что основные основы выращивания сахарной свеклы? Это, конечно, первое. Это выбор поля. Выбор поля для размещения сахарной свеклы. Можно потише? Для размещения сахарной свеклы в структуре сил оборота. Это очень важно, чтобы свекла вернулась на свое место не ранее, чем через 4 года. 4 года минимум. Минимум 4 года. Теперь следующий этап. Почему? Почему? Обоснуйте, пожалуйста. Свекла, сахарная свекла, это является влагоиссушающей культурой, с глубоким залеганием корневой системы. Для формирования урожая ей очень много надо воды. Воды. И критерием урожайности считается содержание влаги. Это 1 миллиметр осадков, это 1 центнер сахарной свеклы. Если мы хотим 500 центнеров сахарной свеклы, 500 миллиметров осадков мы должны иметь за вегетационный период с учетом зимней влаги. Зимняя влага примерно 250-300 миллиметров запаса влаги, плюс за период вегетации еще 250, если выпадет, это уже будет 500 миллиметров. Лимитирующий, конечно, фактор – это вода по сахарной свекле. А почему все-таки через 4 года и не раньше? Раньше влага не восстанавливается. Культуры, которые сберегают влагу – это озимая пшеница, ячмень, горох, кукуруза еще, она так более-менее не иссушает почву. А культуры, такие как сахарная свекла, подсолнечник, многолетние травы – это те культуры, которые иссушают почву. И для восстановления влаги должны пройти звено севоборота. Хорошо, хорошо. А теперь выбор предшественника. Лучшими предшественниками для сахарной свеклы являются озимые колоссовые. Это озимая пшеница, озимый ячмень. В идеале озимые ячмень – те культуры, которые убираются раньше. Пропашные предшественники нежелательны. В первую очередь, потому что это наличие почвенного действия гербицидов. Есть ограничения по севобороту, по использованию имазамоксов, либо других почвенных препаратов, которые негативно влияют на всходы сахарной свеклы, и развитие сахарной свеклы. Есть ограничения 18 месяцев, есть 24 месяца по регламенту пестицидов. На озимой пшенице в основном мы используем пестициды, которые не оказывают почвенного действия и последующего действия на сахарную свеклу. Теперь идеальные – это, конечно, озимые колоссовые. Обработка почвы. Поле под сахарную свеклу надо готовить в идеале за два года до сева сахарной свеклы. Первое – это борьба с сорняками, корнет-прысковыми. Бороться надо с вьюнками, с осотами. Еще какие-то там, может быть, есть корнет-прысковые сорняки на полях, злостные там сорняки. Потому что в посевах сахарной свеклы – это основной критерий чистота. Грязная свекла никогда не даст хороший урожай. Только чистое поле сформирует полноценный урожай. В идеале работать по корнет-прысковым сорнякам с осени, в системе зяби, внесение глифосат-содержащих препаратов, ну и по вьюнкам на основе декамбы. В небольших количествах декамбы хорошо работают по вьюнкам. По системе обработки почвы обязательно внесение минеральных удобрений в высоких дозах, как минимум, ну если в физическом выражении, диаммофоски хотя бы килограмм 200, сульфат аммония тоже надо вносить с осени, но и аммиачную селитру на подкормку, либо под припассивную культивацию, сахарная свекла – это культура, которая максимально отзывчива на внесение минеральных удобрений. Также после действия очень положительно влияет навоз. Но под сахарную свеклу вносить навоз нельзя, надо вносить под предшественник. То есть кукуруза, под кукурузу внести кукурузу, пшеница, свекла. Если под сахарную свеклу внести навоз, будет развитие корневого корня, корня будет, ну, не одним корнем будет расти, а несколько, как мочковатая корневая система. Да, не стержневая, да? Не стержневая мочковатая будет развитие корневого корня. Что еще? Минеральные удобрения очень положительно влияют на развитие сахарной свеклы, особенно содержание калия. Даже если калий содержится в почве в достаточном количестве, надо вносить калийное удобрение, потому что калий – это сахар. Если недостаток калия в почве, то будет низкий сахар. Конечно же, надо вносить минеральные удобрения по результатам агрохимического обследования. Надо выводить баланс минеральных элементов, особенно вот у нас недостаток серы, надо вносить сульфат аммония. Недостаток марганца, меди, цинка – тоже надо вносить эти элементы либо с осени, либо листовое питание. Выводить баланс. Как такой профессор, ученый Либих, говорил, урожай зависит от того элемента, который находится в минимуме. Это есть такой закон Либиха, почка Либиха. Теперь по обработке почвы. А, минуточку, можно диагностику вы в своем хозяйстве как часто проводите? Мы проводим агрохимическое обследование раз в 5 лет. Это то, что обязательные требования. Работаем мы с государственной лабораторией, Центр агрохимслужбы филиал Кавказский, который находится в Кропоткине. Государственная лаборатория. На орошаемых землях мы проводим мониторинг раз в 3 года. Чаще. Но по необходимости мы делаем весной анализ содержания нитратного азота, анализ поливной воды, анализ на содержание микроэлементов бора. По нашим заявкам мы работаем дополнительно с лабораторией. По тем полям, которые у нас дают низкий урожай, тоже смотрим, почему причина, какая причина. И вот мы сейчас вывели баланс и будем дополнительно закупать минеральные удобрения, особенно сульфат аммония, аммофос на те клетки с низким содержанием фосфора. Микроэлементы будем с осени вносить. Хотим на орошаемые земли внести фосфоритную муку. Это удобрение, которое пролонгированного действия и окажет свое положительное влияние через 4-5 лет. Но это будет накопительный эффект. Там специальные машины для внесения фосфоритной муки. В фосфоритной муке содержится 29% фосфора и 35% кальция. Это структура почвы. Да, но на орошаемых землях вы свеклу выращивать не будете? Мы выращиваем в этом году сахарную свеклу и на орошаемых землях. И на орошаемых землях, да. Но там урожайность, наверное, около тысячи, да? Да, мы приближаемся к этой цифре. Еще не убрали поле, но в районе 800-900. Первый год мы в этом году запустили систему орошения. Еще только мы учимся в этом вопросе, но получается хорошо. Ну да, это хорошо. Да, еще на что обратить внимание свекловодам? Обработка почвы – это важнейший критерий. Если поле подготовлено поздно и некачественно, то лучше свеклу там не сеять. Ага. Красной чертой прописать. Должна быть августовская подготовка почвы в августе. Почва должна быть либо вспахана, либо хорошо зачезелевана послойно в августе месяце. С осени надо провести как минимум одно-два выравнивания почвы, чтобы почва ушла в зиму в идеально выровненном состоянии. Либо это пахота, либо это хорошая чезелевка, но она должна уйти в зиму в хорошо подготовленном, выровненном состоянии. Почему это важно, Андрей Викторович? Значит, это очень важно. Выровненность поля, да. Потому что сахарная свекла – это очень нежная мелкосемянная культура. И всегда считалось такое правило. Если агроном научился выращивать сахарную свеклу, он состоялся как агроном. Ага. Да, есть. Должна быть почва идеально выровнена, чтобы весной зайти либо с предпосевной культивацией, либо есть технологии без предпосевной культивации, и зайти и сеять в оптимальные сроки. Почему? Потому что весной времени нет на выравнивание. Чем раньше мы посеем сахарную свеклу, тем выше будет урожай. А вы проводите предпосевную культивацию? Проводите предпосевную культивацию. Мы попробовали метод прямой сев, но минус его в том, что весной пыльные бури, очень сильные ветра, и почва за зиму, она обеструктурена, верхний слой почвы легко поднимается ветром. После культивации все равно эти комочки небольшие, они держат. В какой-то период они держат. Если ветра не сильные, то не выдувает. Ага. Поля, те, которые закультивированы весной, даже если они вспаханы с осени, закультивированы, то эти поля не выдувают. Николай Васильевич. Да, что-то зависает, Андрей Викторович. Слышите меня, да? Я слышу, да, сейчас и картинка вернулась. Хорошо, да, продолжаем. И мы пришли к тому мнению, что лучше все-таки поля закультивировать и посеять классическим способом. Либо это пахота, либо чизелевка, но лучше культивировать. По чизелевке заострю внимание для специалистов, но я думаю, все опытные понимают, что сахарная свекла в соломе не растет. Если чизелевка, то должна быть хорошо распределена солома после предшествующей культуры, хорошо измельчена, не должно быть кучи соломы, там, где семена сахарной свеклы попадают в солому, она не растет. Или растет, но очень слабая, формирует слабую корневую систему, очень страдает от недостатка азота. И очень важно, что соломистые поля неплохо прогреваются весной. Черное поле, когда оно вспахано, выровнено, оно весной более хорошо развивается, чем соломистая поля. Все-таки мы пришли к тому, что лучше под сахарную свеклу пахать. Классический метод пахать, весной делать предпоседную культивацию и сеять. Сеять, конечно, в нашей зоне оптимальный срок сева – это 25 марта. Запоздание срока сева очень сильно влияет на урожайность. И те клетки, которые у нас выдувало в первых числах апреля, при первых сходах были, что у нас выдувало поля, мы пересевали сахарные свеклы. Это числа 15 апреля, 15-20 апреля. Это разница в урожайности минимум 100 центнеров. Со сроком сева 25 марта. И поэтому с осени надо идеально выровнять поле, чтобы оно было хорошо подготовлено, выровнено, без комков, потому что глубина заделки сахарной свеклы 2,5-3 сантиметра. Глубже сеять нельзя, замедляется процесс сходов. Мельче тоже нельзя, может попасть под провокацию. Одна предпассивная культивация либо прямой сев, кому как нравится. В ходу должны максимально короткие сроки закончить сев. Сев надо одного поля завершить за один, максимум два дня. Почему? Потому что внесение гербицидов очень важный момент на сахарной свекле. Если будет поле сеяться очень долго, то развитие сорной растительности будет разное по полю. И эффективность применения препаратов на сахарной свекле будет разная на этом поле. То есть надо максимально быстро закультивировать это поле и посеять. В сжатые сроки ставить два либо три агрегата на одно поле и закрывать эти площади. Потому что потом процесс внесения очень растянут и неудобен и неэффективен. Часть поля будет чистая, часть грязная. Ясно. Можно вопрос по гибридам. Ранние, спелые, средние или поздние. Чему вы отдаете предпочтение? Или у вас коктейль, как и на зерновом поле? Вы знаете, я не буду озвучивать фирмы, поставщики семена. Ладно, не надо. Не надо. Просто вот по срокам созревания. По срокам созревания у нас конвейер и для ранней копки гибриды и для поздней копки. Используем мы, конечно, семена импортной селекции, французской, но пробовали мы и немецкую свеклу, и других производителей, и нашу свеклу. Скажу, что вся она достойна свекла, в том числе и нашей селекции, которая есть, сахарная свекла. Есть, конечно, по нашей селекции моменты по цветушности, но и по доработке этих семян. Конечно, выбор гибрида сахарной свеклы это важнейший момент, очень важный. И должен быть конвейер. конвейер в плане копки, что раннеспелые гибриды нельзя убирать поздно, загнивает, есть корневые гнили, она будет портиться. Конечно, надо выбирать универсальные гибриды. Сейчас, конечно, рынок очень большой семян сахарной свеклы. Ну и в связи с этой ситуацией, которая у нас происходит в стране, надо всем посматривать на отечественную селекцию. Пусть она может быть где-то чуть меньше и мерит какая-то более-менее стабильность. Да. А почему важен конвейер, скажите? Вот ранние, потом средние, поздние, спелые. Почему это важно? Чтобы загрузить технику? Получить максимум угрожай, потому что сейчас процесс приемки сахарной свеклы на сахарных заводах очень нестабилен. Сахарные заводы делают много перерывов приемки. Начинаем мы копку сахарной свеклы рано. Мы начинаем в районе 10 августа, некоторые хозяйства и 1 августа. И для ранней копки позднеспелые гибриды не подходят. Будет просто-напросто потеря урожайности на этих полях. То есть это связано с требованиями переработчика? Требования переработчика и получения максимального урожая на этих клетках. ясно. Видите, это очень важно. Качество, Николай Васильевич. Раннеспелые гибриды нельзя убирать поздно. Они будут загнивать. Тогда очень высокие ОЗ, загрязненность. Ясно, ясно. вот исходя из средней годовой урожайности, может быть, за несколько лет, вот 560 это сейчас идет, а в предыдущие годы было поменьше или так же? Средняя урожайность по нашей компании примерно 450-500 центнеров. В этом году есть осадки у нас, мы получаем хороший урожай. Было и за 500 у нас, но в среднем где-то 450-500 центнеров с учетом того, что мы начинаем рано копать в августе месяц. Ага. А вот по, я понимаю, что это вопрос больше по экономике, но тем не менее, вот порог рентабельности по сахарной свекле вы считаете, ну или как у вас считается, что это хороший урожай, вот планка выше, это все уже идет как прибыльная сахарная свекла. Обычно это сколько? Николай Васильевич, сахарная свекла всегда была прибыльной культурой. Всегда. И порог, нулевой порог примерно 250-200 центнеров. Ясно, да, ну то есть это это очень неплохо для нынешнего года, то, что такая урожайность. Где-то до 300 центнеров, но где-то 270 и это нулевой порог. Да, хорошо. Андрей Викторович, спасибо. Если, может быть, еще что-то хотите добавить. Очень важнейший момент по выращиванию сахарной свеклы, это система защиты сахарной свеклы. Да, да, да. Очень сложная система защиты, многократные гербицидные обработки. И хотел бы сказать совет особенно молодым специалистам, не бояться применять гербициды в ранние сроки развития сахарной свеклы. Не упустить первую обработку сахарной свеклы. Первую. Почему? Потому что последующими обработками потом придется увеличивать дозы, сжимать промежутки между обработками, не допустить, чтобы поле заросло. И если есть, агроном видит риск о том, что поле зарастает, надо просить у руководства препараты, закладывать эти препараты, работать и защищать поле. Не бояться применять препараты. То, что нужно, надо делать. Если поле зарастает марью, то надо вносить и бетональную группу, может, в больших дозах, либо на основе метаметрона и так далее. Очень много моментов. И сейчас есть злостные сорняки и шалфей, и молочай зубчатый. Тоже это надо все учитывать и обследовать поле, знать карту засоренности. Но по гербицидной обработке это минимум три обработки против широколистных сорняков. Как минимум одна обработка по злакам, если есть необходимость. Очень важно защитить сходы сахарной свеклы от вредителей. И важнейший момент по сохранению сахара в сахарной свекле это защита от болезни. Защита от церкоспороза и других заболеваний. Если лист агроном не сохранит, то сахара в свекле не будет. Она сбросит лист, она потом заново будет гнать новый лист, а лист она формирует за счет того сахара, той солнечной энергии, которая накопилась в корнеплоде. Это только будет снижение сахаристости. Мы в нашей системе защиты используем как минимум две, а то и три обработки. в этом году вы вынуждены были использовать три обработки препараты согласно списка разрешенные. Пусть это будет недорогой препарат, но именно эффективный против церкоспороза. Не то, что там рекомендуют какие-то топовые препараты, а именно те действующие вещества, которые эффективны против церкоспороза. это очень важно, очень важно. Ну и процесс уборки, уборку надо конечно убирать в сжатые сроки по возможности, удалять ботву за день до копки как минимум, чтобы поле успело просохнуть, чтобы не было высокого ОЗ на сахарном заводе, не допускать пересыхания сахарной свеклы на поле, это потеря урожайности, не должны машины длительное время стоять груженные в гараже или где-то еще в бригаде, потому что это тоже потеря урожайности и потеря качества. И сахарная свекла после удаления ботвы не должна стоять длительное время, она будет отрастать, гнать новый лист и будет потеря сахара. Вопросов очень много Николай Васильевич. Ясно. Но всего понятно мы не скажем с вами обо всем, но уже то, о чем рассказали, чем поделились, это важно. Спасибо, Андрей Викторович, хорошего вам урожая и